Музыка Ребята, рад всех снова приветствовать на канале Волчонок Поваренок! Ух! Теперь мы сегодня будем готовить рецепт пиццы. Знаете какой? На тесте. Слоеном. Кто так делал? Купил тесто. Два штучки. Вот я их раскатал с маслицем, без пергамента, чтобы не прилипло по-стариночке подсолнечное масло. Оно сжимается, зараза, обратно. Я его опять разжимаю, и оно сжимается. В общем, сейчас пойдемте, я вам покажу все ингредиенты, которые нам пойдут. И как мы будем все промазывать прованскими травами. Мальчики, оближешь! Это будет итальянская пицца, Олег. Белиссимо! Вот и переходим. Тесто у нас раскатанное. Это у нас прованские травы здесь, кетчуп, обычный майонез, и еще немножко чесночного соуса кальвы. Все это перемешиваем, чем мы будем смазывать нашу пиццу. Говорят, с прованским травами получится обалденно. Смотрели этот фильм? Универ, общага. Как там Кузя? Кузя любил этот чекинет кушать. Ну, в общем, все. Смешали. И начинаем вот так вот все промазывать. Можно кисточкой, можно прямо ложкой. Всю процедуру вам долгую показывать не буду. Сейчас вам покажу, какие дальше у нас пойдут ингредиенты уже подготовленные. Это у нас колбаска с салями и сырок. Сыр мраморный, российский, любой можете использовать. Болгарский перец, красный лук, салатный репчатый. Здесь грибы, вешенки или шампиньоны, можете маринованные, я купил. Можете у кого есть свежие шампиньоны использовать. Помидорка. Просто обычная сосиска. Соленый огурчик собственного посола. Еще немножко колбасного сыра. Ну и маслины или оливки. Ладно, пока промазываем. Дальше пойдет все слоями. На первый слой, естественно, у нас пойдет салатный лук, который я не сказал. Так, все смазали прованскими травами. Теперь распределяем красный салатный лучок по всей пицце. На первый слой положили салатный лук и красный болгарский перчик. Дальше у нас идет... Дальше у нас идет... Давайте колбаску сделаем немножко с огурчиком, а потом уже другую колбаску. Это у нас сосиска, а потом пойдет копченая колбаска. В общем, сейчас все выкладим и размажем. Все, вот такая красота у нас получается. Теперь мы выкладываем вешенки и помидоры. Грибы можете использовать любые. Мы купили маринованные вешенки, а вы можете использовать свежий шампиньон, а лучше всего лесный. Ребята, это мамбуда. Тимуна и помба, и веселись трубой хвост. Вот и весь секрет. Прожить сто лет. Акуна матата. Тимун и помба. Подошел тут внезапный помощник. Так. Ну а следующее... Следующее у нас идет... Колбаса с салями. Помидорки мы уже выложили с грибами. Да, ну немножко пикантности придать. Почти как пепперони получается, да? Грибы, кстати, были тоже маринованные. Там был в них один сплошной уксус, мы их промыли. Пошел колбасный сыр. Сначала. Птицу можно вообще все, что угодно. Чего ты сказала? Птицу можно все, что угодно. Блин, так я аж пиццу-то готовил. Ты теперь тут взялась опять. Ты касается, я снимаю, что не прости. Ребят, смотрите, она запустила щупать сыр в пиццу. Мама отняла канал. Мама отняла канал. Просто поваренок лентяй. Я вам открою страшную тайну. Это все шутка. Ты что, сам свою руку посадишь? Нет. Одна рука пускай будет. С ногтями. Ребят, скажи, давайте ей в следующий раз ногти за пенопластем чем-нибудь в кадрах. За цементируем их навсегда. Но пока мама делает сыром, я начну сверху класть маслины вторым слоем. Вот черные бы тут еще для корректности бы вообще было бы красота. Черных маслинок. А то желтые не видно нифига. Но мама сказала, она их не любит. Нет, я маслины больше люблю. Я думаю, что надо ли. Ну, что-то мне их, кажется, надо бы еще подрезать. Маловато их. Я думаю, что всего уже хватит. Все будет вот так. Ну, посмотрим. Теперь разогреваем нашу духовку до 180 градусов. Уже включили. И сейчас будем ее отправлять. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Как будет вкусно, невкусно сегодня. Меня от меня не снимает. Так я на себя направил. Пишите, пока еще не сготовилось. Пишите, как думаете, будет вкусно или невкусно. Изготовите ли вы сегодня по моему рецепту пиццу на слоеном тесте? Что из этого получится? Ребята, ставьте ставки, господа. Минут, наверное, на 15. Больше не надо слоеное тесто делать. Градусов у нас уже, в принципе, 200. Почти 180. Все, 200. Нормально. 15 минут будем проверять. Я думаю, сверху никаким яйцом ее смазывать не надо. Это же у нас не пироги. Ну и рожу я скотил, да? Достаем нашу красавицу! У-у-у! Ничего себе! Сказал я себе, тихо плакая у Ясеня. Не вы это видели? Ребята, вы это видели? О, слоеное тесто как поднялось, хрустящее! Ммм! Прям уже не терпится. У кого есть такой для пиццы специальный колесико ролик сразлизать пиццу? У кого есть? У меня вот нету, я вот вымышленно разрежу. Ха-ха-ха! Ну, ребята, это шедеврально! Ммм! Мур, скажи! Мур! А еще? Мур! А с кусочком вот так оста буш-мурчать. Вот. Ой, ребята, мне уже не терпится попробовать. Отрезал себе хрустящую жопку. Сейчас! Я вам скажу честный отзыв. Я никогда не вру на камеру. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Сам сказал, сам поржал. Ха-ха! Ммм! 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 Вы слышите этот хруст французской булки? Пока убери, дай поесть. Ха-ха-ха! Ммм! Настолько вкусно вот это сочетается кетчуп с чесночным и майонезом, что так вкусно, сочно, пикантно. Ммм! Ммм! Всё! Отвечаю на пачку чая. Это лучшее, что я когда в жизни пробовал. Хотя я и работал в ресторанах на пицце, но я даже так там не умел делать. С чайком. Ммм! Ммм! Ха-ха! Давайте дадим попробовать маме и спросим её мнение. Да? и закрываем. Ммм! Ммм! Хрустяще! Ммм! 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 Ну, она сдержала слово. Она обещала, что будет хрустеть, мурчать. Мурчит! Мурмур! Слушай, намного вкуснее, чем вот эти купленные из ресторанов. Да, конечно. Тесто такое тоненькое-тоненькое. Смотрите, какое. Да, тесто тоненькое, получился. Обалденно, всё сочетается, кстати. Вкусное. Я думала, да, мы переборщили. Но приятные эти петельки. И травки. Ну, не знаю, ты чувствуешь травки? Прованские травы офигенные просто. Итальянская пища у нас практически пища. Ну, всё. На этом мы сегодня наш рецепт закончим. Не благодари нас за то, что мы вам его показали. Нам приятного аппетита. И вам, кстати, ребята, готовьте по нашим рецептам, и вы не пожалеете. Всего хорошего. До новых встреч, друзья. Не забываем подписки на канал. Молчонок-поварёнок с вами. Субтитры сделал DimaTorzok